Мой дружок пирожок, нужны бабки в GTA Online? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке, сейчас доступна быстрая прокачка на PS4 и PS5, а также на Xbox One и Xbox серии X и S. Заходи, и заказывай самую надежную прокачку, ссылочка на группу в описании. Всем привет мои дружочки пирожочки, не смог я оставить просто так эту бонусную неделю в этом году. Для вас я подготовил мегафарм в закрытой соло сессии, то есть фармить можно в одиночку. Только вот сессию нужно делать не одиночную, а закрытую по приглашению, чтобы можно было становиться боссом организации. Я так подумал, пока там жена готовится к встрече гостей, муж что делает? Правильно, чешет зад и сидит перед телевизором, ну или катает в GTA. Я решил подарить вам последний видосик в уходящем году, ну и я думаю можно уже начинать. Схема простая. Фармим бабки на заказных убийствах, где платят в полтора раза больше, миксуем с обычными контрактами, где также отдают на 50% больше. Ну и в перерывах фармим работу босса, а именно наемный убийца и турист. Так как это самые легкие и ненапряженные работы. Я уже с утречка пораньше немного фарманул, сейчас давайте посчитаем сколько с такого фарма можно вынести за 1 час. Итак первым делом конечно же запускаем звоночки. Тут нужно сжечь тачку челика, совет. Не подходите слишком близко к тачке, так как цель может понять что никого рядом нет. Один только чел с молотовым в руках, который очень пристально и подозрительно смотрит на тачку. Как цель села в машину, кидаем коктейль, который нам подогнали Рокки в честь нового года и смываемся оттуда. За это мы получаем 127 с половиной тысяч баксов. Неплохо за какие-то 5 минут ожидания. Ну а дальше включаем таймер на 20 минут и сразу же звоним Франклину, чтобы у него заказать уже контракт. Можно конечно выбрать более подходящую миссию в агентстве. Но мы доверимся угольку и будем принимать то, что он нам дает через телефон. Миссия легкая. Перебить всех боссов пропащих. Их 4 цели и не обязательно их выискивать. Автонаводка Воробия сделает все за вас. Сержанты ликвидированы. 78 тысяч в кармане. Довольно так и неплохо. Весьма приятно. После этого сразу же запускаем туриста. Так как времени на него уходит чуть больше, чем на наемного убийцу. А нам следом нужно брать еще один контракт. Поэтому взламываем сеть и находим все чемоданчики. За это получаем 45 тысяч баксов. А времени прошло всего-то 15 минут. Берем еще один контракт. Кулдаун на который уже спал, но не выспался. Тут также нужно перебить всех мучащас. Но с вертолета сделать это уже сложнее. Так как некоторые из них находятся под крышей. Так еще и в вагонах. Поэтому добиваем всех на своих двоих. И сваливаем оттуда как можно скорее. Еще 62 рубля у нас в кармане. Не особо много, но это рандом. Тут нам подвернулась халтурка в виде транспорта. Мы люди не гордые и за пару минут получаем еще двадцатку зелени. Если тачки рядом нет, то можно тюнинговать брички в автомастерской и сбагривать их покупателям. Платит чуть больше, но и дольше времени занимает. Но это только при условии того, что кулдаун на другую работу босса еще не обновился. После доставки врубаем наемного убийцу и получаем за это еще 42 тысячи баксов. На все это у нас ушло 25 минут. И поимели мы за это время 374 тысячи 500 баксов. Не особо много, но и немало. Учитывая какой разнообразный вид фарма. А дальше мы зацикливаем все. Но опять же не все так гладко может быть. Например Франклин может подогнать защиту объектов, где нужно стоять в курме на месте почти 10 минут и отстреливаться от врагов. Сейчас мы быстренько пробежимся что мы делали и сколько мы за это получили. А после посчитаем сколько на это все ушло времени и высчитаем сколько такой вид фарма приносит час. Заказное убийство принесло нам те же 127 с половиной тысяч баксов. После мы раскидали всех на лесопилке в контракте, что принесло нам еще 70 с половиной тысяч баксов. Следом турист принес нам 44 тысячи баксов. Далее опять контракт по обеспечению безопасности. Опять вагоны, которые принесли нам 62 тысячи баксов. Далее сразу же наемный убийца. Благо путь к железной дороге съел весь кулдаун. Тут мы получаем 41 тысячу баксов. Но по времени мы поспешили на пару минут. Поэтому пришлось ждать. Как раз сюда бы идеально подошла та халтурка. Ну или же вы можете больше времени потратить на туриста или наемного убийцу. Чем больше времени проходит, тем больше денег получаете. Но там разница будет всего в пару тысяч. И снова запускаем заказное убийство. Теперь это тролли. Одного я так же маханул, что Павлика вместе с ним откинуло назад. За это мы так же получаем еще 127 с половиной тысяч баксов. Далее я включил почему-то туриста. Поспешил или отвлекли. Но не суть. Тут можно менять местами контракты и работу у босса. Собрали все чемоданчики. Получили свои 43 тысячи баксов. А вот далее как раз так и тот контракт. Где Павлику 10 минут на курме пришлось отстреливаться от врагов. Но за этот контракт он получил уже 82 с половиной тысячи баксов. А следом наемный убийца, который принес в банк нам еще 41 тысячу баксов. Но вот косяк. Наемного убийцу я выполнил слишком быстро. Поэтому контракт по безопасности сразу же взять было нельзя. А на заказное убийство было еще пару минут. Поэтому пришлось выкручиваться и брать бричку из гаража на продажу. За это Павлик получил 25 тысяч, а не 60, так как 35 он потратил на тюнинг. Далее берем снова звоночек и отправляем нашу цель под пресс. Такси в этот раз Павлик заказал на место, чтобы не пришлось ехать за бричкой в контору. Снова самый большой куш с миссией в 127 тысяч с половинкой. Берем контракт и снова железнодорожное депо. С него Павлик какого-то хера вынес уже 47 с половиной тысяч. Просто копейки. Походу Ничерс нам стал предлагать конкретный мусор. Далее собираем все грузы в туристы и получаем 43 тысячи баксов. Павлик после этого решил сбагрить еще одну бричку из автомастерской также за 25 тысяч баксов. А дальше что? А дальше пришлось идти за хлебом. Причем в лавке хлеба не было и пришлось ждать 20 минут, чтобы испекли новый. А вы когда-нибудь покупали хлеб под заказ? Зато когда пришел домой с ним, с горяченьким, аромат был бомбизны. Главное его сразу не хавать. В хлеще горохового супа будет эффект. Ну и пока я там ходил за хлебом, и вернулся, так как детей у меня нет. В Лос-Сантосе была уже ночь. Но тамер я остановил, и можно было бы сразу приступить к заказу. Но я решил добить 20 минут так, как будто я никуда не уходил. Взял заказ по ликвидации и получил за него уже солидные 80 с половиной тысяч баксов. После нашел бесхозный буззард и отправился формить наемного убийцу. Там как раз минуты три оставалось до обнуления счетчика. За него я получил 41 тысячу баксов. Ну а далее я отправился на финальную миссию. Кто бы что ни говорил, что мол вот ты начал с заказного убийства и им закончил. Хотя последний заказ не должен был брать. Я скажу так, что этот фарм мы начинаем и заканчиваем заказным убийством. Так как именно это приносит больше всего денег. То есть если вы фармите час, то в любом случае заканчивайте фарм убийством. Итого на весь этот фарм я потратил ровно 100 минут. То есть 1 час и 40 минут. И за это время я получил более полутора миллионов баксов. Да, Кайперика опять вставляет палки в колеса нового мега фарма. Да и Кайперика можно также проходить в закрытой сессии по приглашению. Этот фарм не дотягивает даже до лямы в час. Но я считаю его все равно довольно таки прибыльным. Тем более если добавят туда доставку бритчик из транспортного склада. Там тоже кулдаун 20 минут. И его можно выполнять как раз перед звоночком. Но тогда придется делать уже открытую одиночную сессию или катать в открытый на свой страх и риск. А мы имеем 918 300 долларов GTA в час. Но вы можете получить как больше, так и меньше в зависимости от стоимости контрактов. Я считаю что мне не особо повезло с контрактами. Так как заодно я вообще получил копейки. А на второе потратил очень много времени. И да, этот фарм не такой прибыльный. Какая перика. Так еще учитывая что сейчас дают 50% надбавку за заказные убийства и контракты. И что самое главное, двойные выплаты за работу босса. Поэтому дружочки пирожочки. И я считаю что все равно это мега фарм в новом 2222 году. Всех с новым годом. Всем бесконечного здоровья. Мотивации. И просто большой удачи. Так как именно она может изменить вашу жизнь к лучшему. Увидимся в новом году. Всем бб, всем гг.